Здравствуйте! С праздником! Крымскую войну России пришлось воевать с армиями четырех держав – Англии, Франции, Турции и Сардинии. На втором месяце обороны Севастополя штаб русской армии разработал план наступления, которое могло бы облегчить положение осажденного Севастополя. Несмотря на беззаветный героизм русских солдат, операция закончилась поражением наших войск на реке Черной. Сражение было проиграно и в первую очередь из-за бездарности командования, разработавшего план битвы. А через два года по России начала ходить едко сатирическая песня про сражение на реке Черной, в которой высмеивались бездарные планы генералов. В песне были такие слова – «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Долгое время песня считалась безымянной, народной. И лишь спустя много времени было установлено, что ее автор – участник обороны Севастополя, может быть, один из самых знаменитых участников из рядовых. Артиллерийский офицер Лев Толстой, будущий автор «Войны и мира» Анны Карениной, классик русской литературы. Песня про сражение на реке Черной стала единственным поэтическим произведением Льва Николаевича. Может, поэтому он после этого очень не любил поэтов вообще. Толстой принимал участие в отражении наиболее яростных штурмов Севастополя. А его циклом «Севастопольские рассказы» зачитывалась через некоторое время вся Россия. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» – далеко не единственное крылатое выражение из произведений Льва Николаевича Толстого. Творчество писателя обогатило русский язык многими идиомами, стали крылатыми выражениями названия пьес Толстого «Власть мы», «Живой труп». В последнем примере «Живой труп» перед нами пример интересной стилистической фигуры – оксюморона. Слово оксюморон в переводе с греческого означает «остроумно глупое». Это соединение двух противоречащих друг к другу по смыслу слов. Или еще пример оксюморона в названии литературного произведения «Горячий снег» Юрия Бондарева. Эта стилистическая фигура нередко встречается в поэтической речи. Например, в стихотворении Анны Ахматовой «Царско-сельская статуя». В двух строчках перед нами два оксюморона «Смотри, ей весело грустить такой нарядно обнаженной». С праздником!